Поводом для следующего сюжета стал звонок программы «Вести» от жительницы Аула Инжи Чекун Марины Биджевой. Инвалид первой группы просила помощи у корреспондентов в освещении ситуации, которая сложилась у него во дворе в результате схода селевого потока из-за проливных дождей летом этого года. Свои законные 10 тысяч, которые полагались по степени разрушения подворья, потерпевшая получила. Но можно ли отстроить на эту сумму разрушенный дом? В ситуации разбиралась Фатима Даурова. Это кадры с телефона, отснятые в суматохе, в перерывах между попытками спасти нажитое и выгребать иловый поток из подвала и комнат. А в доме живут мама с дочкой. Первой в 87-й год идёт. И она ухаживает за своей больной дочерью. Если бы не помощь соседей, которые быстро сбежались к двум женщинам, зная их положение, ущерб был бы гораздо больше. Сила удара стихии пришлась на старый самманный дом, где в тот момент находились Марина с матерью. Домик. Я там выросла. Я там всё. Мы там жили. Дом нету. Этот еле построен, недостроен. Тепла нету, ничего. Нету ни воды, ничего. А домичек всё равно хоть и вода унесла. Я свою жизнь там прожила 60 лет. И тем не менее вещи наши там были. Там всё было. И вещи, и продукты. Всё. Мы могли там жить. Стена дома не выдержала натиска селя. По словам женщин, она отошла, образовав широкую трещину. А всё, что находилось в доме, пришло в негодность. Понятно, что у двух больных женщин, живущих только на пенсию, скарб был, может быть, и не такой большой относительно зажиточных дворов. Но, тем не менее, этим добром они пользовались. Нас снесла на волнение. И шифонер, и спальню, и стиральную, и эти все. Все снесла. Нету ничего. Мне уже всё нету. Где я лежала, эта постель, всё осталось. Все на мусорку отвезли. Подвал, полный подвал был, вода. Некому было вытащить. Старая женщина смотрит на остатки дома, где провела своё детство. От него остались теперь саманные кирпичи, которые она в молодости своими руками делала, придавая форму глиняной массе. И уцелевший угол двух стен, как напоминание о былом. Не знаю, как жить дальше. Я не знаю. 1800 картошка стоит, мешок. Огороды все, мусор. Ничего не взяла. И кукурузы нету, и картошки нету, и ничего нету. А купить нечего. Купить нечего. Вот и живи дальше, как хочешь. Картошка, мешок 1800. Это уже не знаю, как сказать. И плачет хочется. И радость, что мы живы. Рабочая комиссия присудила нанесённому ущербу категорию первой степени. И свои законные 10 тысяч рублей, положенные по этой категории, женщины получили. Но размер компенсации не хватит даже на то, чтобы залатать крышу этого дома, где мне сейчас приходится жить, говорит Марина. Она показывает нам письма, которые отправляла в различные инстанции. Ответ от всех один. Разобраться на местном уровне. Вот мы и решили обратиться в районную администрацию для прояснения ситуации. В частности, по Биджевой. Ей была определено выплата в 10 тысяч рублей. Был составлен акт за её подписью 29.06. И буквально через неделю или две она эту сумму получила. Кроме этого, ей была оказана помощь и техника, и экскаваторам. КАМАЗ был выделен для того, чтобы со двора убрать нанесённый ей стихий ил. Но техника не смогла развернуться в узком дворе. Прибывшие помогли, чем смогли. Но занесённого ила было так много, что до сих пор во дворе местами нога проваливается в почву. Нас поразило то, что эта маленькая хрупкая женщина, замученная болезнью, не собирается сдаваться. Пока бюрократическое колесо крутится, как вечный двигатель, тем временем мама с дочерью напомнили героев Сервантеса, идущих на мельницу только с копьём в руках и отважным сердцем в груди. Мама старая, я не смотрю на них. И то жить хочется ей. Среди детей. И же внуков хочет увидеть. Остаток жизни хочется хоть чуть-чуть на людей, похоже, подняться, чтобы не просить, чтобы хватило. Всем не хватает денег, я понимаю, всё понимаю. Даже пенсии моей не хватает на лекарства. Фатима Даурова, Ислам Урума, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район.